не к материальным испытаниям. Ведь в советские времена люди по копейкам складывали свое очень скромное состояние, если вообще такое слово можно употребить, к тем небольшим накоплениям, которые у незначительной части населения были. И то в результате реформ начала 90-х годов люди потеряли и это. И, конечно, встать снова на ноги для многих людей практически невозможно. Они и так отдали всю свою жизнь, всю здоровье, работе, стране. Вы знаете, у меня, вот вы вспоминали про моих родителей, они люди были самые рядовые, в прямом смысле этого слова, не просто из рабочей среды, они сами рабочие были. Всю жизнь. А кто она была по профессии мамы? Я тогда вас как-то об этом не спрашивал. Ну, по профессии, у нее профессии-то не было. Она была практически, ну, такой, разнорабочая или чернорабочая. То есть из рабочей? Да, чисто рабочая среда. У нее не было даже законченного среднего образования. А папа? У отца было закончено среднее техническое образование. Он был механиком на заводе, ну, такой, к рабочей интеллигенции относился, я бы так скажу. Жили очень скромно. Даже когда я уже был таким большим начальником, уже здесь, в Москве работал на разных должностях, они жили очень-очень скромно в Петербурге. Как они отнеслись к вашей карьере? Я на секунду вас прерву. Относились вообще? Ну, гордились. Они были довольны, гордились этим. Ну, я к чему это говорю? К тому, что не то чтобы чувство вины перед людьми старшего поколения во мне все время как бы присутствует. Я даже не могу подобрать нужных слов, не чувство вины, а, во всяком случае, такое чувство долга, что ли, постоянно перед ним. Может быть, это связано, я повторяю, с воспоминаниями о моих собственных родителях, потому что мы хоть жили очень скромно, но все-таки у меня было самое главное. Я так оцениваю это сегодня. У меня была... Я был окружен любовью родителей. Они меня любили, я это знал, я это чувствовал. Поэтому, я думаю, что для старшего поколения мы в первую очередь обязаны делать то, что государство делает в состоянии. А вы, так говорите, я чиновник. Что, хотите реабилитировать смысл этого слова? Нет, Игорь Анатольевич, я бы сказал так, что я употребляю это слово для того, чтобы подчеркнуть, что я не политический деятель. Понимаете? Что я сотрудник только административного аппарата. И хотелось бы, чтобы и в основном у нас в аппарате работали люди, которые занимались бы чисто профессиональным делом, не думая о политической конъюнктуре. Хотя, конечно, с трудом удается это делать, но тем не менее. Ну, это во-первых. Во-вторых, у нас многое сейчас возвращается на круги свои, а многое теряет ту шелуху, которую приобрело за последние десятилетия. В слове «чиновник» нет ничего предосудительного, ничего плохого. Я был все время военным чиновником, теперь стал гражданским чиновником. Но я думаю, что здесь ничего плохого нет. Президент страны, чиновник? Контрактник. Заключил контракт с обществом. На четыре года. Скажите, вот, Владимир Владимирович, это такой тоже, наверное, немножко вопрос. Президента больше работы или власти? Вам чайку налить еще? Да, это можно. Пока меня в угол не загнали, надо вас задобрить чайник. Мне кажется, что для некоторых людей, что бы они ни делали и чем бы ни занимались, власти, как и денег, всегда мало. Вопрос в том, как распорядиться теми средствами, которые у вас есть, для того, чтобы достичь максимального эффекта. Конечно, нужен какой-то стандартный набор полномочий для реализации тех задач, которые перестоят перед тем или иным уровнем управления. Я думаю, что у российского государства таких полномочий достаточно. Вот ваши отношения с собакой не подтверждают, что собака друг человека? У меня есть такой друг. Я думаю, что не каждая собака и не каждого человека. Но у меня вот полное взаимопонимание и любовь. Взаимная, я надеюсь. Как это ни печально, и как это, может быть, ни страшно звучит, на мой взгляд, в нашей стране поворот к тоталитаризму на какой-то период времени возможен. Но опасность нужно искать, или нужно видеть опасность, не в органах правопорядка, не в органах безопасности, в милиции и даже не в армии. Это опасность в ментальности нас самих, в ментальности нашего народа, нашего населения, в нашей собственной ментальности. Нам всем кажется, что если, не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок с жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. И мы это мгновенно ощутим на себе и на членах своих семей. Только в условиях демократической системы, когда сотрудники правоохранительных органов, как бы мы их ни называли, КГБ, МВД, НКВД, как угодно, когда они знают, что завтра, либо через год может произойти смена политического руководства в стране, в регионе или в городе, с них спросят. А как вы выполняли законы той страны, в которой вы живете? И что вы делали с гражданами, в отношении которых у вас есть властные полномочия? Нечего добавить почти что-то. То есть, эта точка зрения так и остается? Абсолютно. Просто ничего добавить. Как будто вчера это было. Не 11 лет назад, а вчера. Вы родились в 1952 году. Да, был жив еще Сталин. Но я его не помню. Нет, я боюсь, что вы его не помните. А я его хорошо помню. Мне было 12 лет. Я просто знаете о чем? Я думаю о том, что мы сегодня с вами живем в другой стране. Конечно. В той же России, но в другой. Во-первых, она осталась гораздо меньше. К сожалению. И по экономическому потенциалу, по количеству населения, и по территории. Но думаю, что это не самое главное. Самое главное, это все-таки содержание этой страны. Интеллектуальное содержание. И состояние нации. Состояние общества. Оно сегодня такое, что, несмотря на стремление к дисциплине, к порядку, все-таки внутреннее неприятие тирании, оно настолько сильно в сознании подавляющего большинства населения страны, что это позволяет сказать, что мы живем в другой стране. Вы знаете, Владимир Владимирович, вот еще вчера, вот на этом шкафу, вот сзади меня, впереди вас, стояла статуэтка Ленина. И я должен вам сказать, что я заготовил вопрос. Вопрос был прост. Значит, я понимаю, что эта статуэтка осталась, вероятно, от прежнего хозяина в кабинете, поскольку вы здесь недавно. Я хотел вас спросить, а зачем вы ее, в общем, оставили? А вот сегодня мы пришли, я, правда, утром еще она стояла, мы успели ее снять. Вот. Но вот когда сейчас вошли уже на основную съемку с вами, то ее не оказалось. Значит, вот, что случилось? Затрудняюсь ответить, что случилось, потому что это, видимо, сделал кто-то из моих помощников, куда она делась мне признаться неведома. Но, видимо, то, что здесь были портреты создателя СССР Владимира Ильинина, они были сняты. Но я должен вам сказать следующее. Я отношусь к этому спокойно. Есть они, нету этих портретов или статуэток. Я исхожу из того, что вообще нужно относиться к истории, как к тому, что было. И этого не вычеркнуть из нашей истории. Если же вас интересует мое отношение к этому человеку, и к тому, значит, учению, которое он ярко представлял, то я бы сказал так, что был период времени в моей жизни, когда я с интересом относился к учению марксизма-ленинизма, много читал, так, и с интересом читал. Находил это чтиво интересным, логичным часто, так. Ну, действительно... Ну, как все мы. Да, как все мы. Но по мере, так сказать, взросления, что ли, так, возмужания, для меня становилась все более и более очевидной истина, что все это не более чем красивая и вредная сказка. Вредная, потому что осуществление или попытка проведения ее в жизни в нашей стране нанесла последний огромный ущерб. И в этой связи мне бы хотелось два слова сказать о той трагедии, которую мы переживаем сегодня, а именно трагедии распада нашего государства. А иначе как трагедии это не назовешь. Я думаю, что как раз деятели октября 1917 года заложили мину замедленного действия под это здание, под здание унитарного государства, которое называлось Россией. И что они сделали? Они разбили наше отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара и не фигурировали вообще, наделили эти княжества правительствами и парламентами, а теперь мы имеем то, что имеем. Но это с одной стороны. С другой стороны, они уничтожили то, что стягивает, исплачивает народы цивилизованных стран. А именно уничтожили рыночные отношения. Уничтожили рынок как таковой, зарождающийся капитализм. И единственное, что они сделали, и чем держали страну в составе общих границ, это колючая проволока. Как только эта колючая проволока была убрана, так распалась и страна. И я думаю, что в значительной степени, конечно, это вина этих людей. Хотели они этого или нет? Я думаю, что не хотели. Но объективно они сыграли вот такую негативную роль. Какой вопрос? Вы знаете, было много разговоров такого рода, что вы откуда-то взялись, откуда неизвестно и как. Мне просто этого, наверное, повезло. Я снимал с вами интервью в 1991 году этот эпизод. Мне кажется, что 11 лет тому назад на самом деле были принципы, от которых вы не уходите сегодня. Я прав? Мне так же, как и в предыдущем эпизоде, мне практически нечего добавить. Я все готов повторить слово в слову. Вы правы. Хорошо. Знаете, Владимир Владимирович, я вспоминаю ваш полет в самолете, в Миге. В Миге или в Су, вы летите, и мне показалось, что это значит, реформы пойдут быстрее. То есть такая метафора. Я ее придумал? Или за этим действительно что-то? Нет, нет. За этим никаких метафор в отношении реформ. В этом даже не было никаких, никакого предвыборного трюка, на что постоянно в то время указывали средства массовой информации. За этим было только одно. И секрета здесь никакого нет. Я полетел на самолете по соображениям безопасности. Летел в Чечню, и мы садились на аэродром в Грозный. Петербургский университет. Вы и Джордж Буш, младший, президент Соединенных Штатов Америки, вам задают вопросы студенты. Какие качества нужно иметь для того, чтобы стать президентом? И первым отвечает на это Буш, и он долго-долго говорит об интеллектуальном превосходстве, что нужно быть впереди рейтинга там, ну и так далее, и так далее. Действительно долго говорит. И потом отвечаете вы. Чтобы быть успешным в любом деле, нужно, чтобы присутствовало хотя бы два условия. Нужно иметь чувство ответственности и любовь. Я просто глубоко убежден, что без любви к собственной стране и собственному народу не нужно даже подходить близко к президентству, либо даже к более низкому уровню управления, но связанному с работой с людьми. Без любви к своей собственной стране этим не только нельзя заниматься, к этому даже близко подходить нельзя. Но одной любви недостаточно. Нужна, конечно, нужна готовность к такой напряженной работе, нужна готовность к принятию решений, от которых очень многое зависит. Нужен профессионализм. Вот все это я и объединяю словом ответственность. Мне кажется, что вот без этих двух составляющих быть не только главой государства, но и главой муниципального образования невозможно. что касается ответа президента Соединенных Штатов, то я, в принципе, тоже с ним согласен. Он достаточно искренний такой, очень симпатичный человек. Третье, это конечно, и может быть самое сильное впечатление, это ваше выступление в Бундестаге, в Германии, на немецком языке. Ваше выступление, ваше выступление, ваше выступление. и ваше выступление, и ваше выступление, и ваше выступление, и ваше выступление. Я благодарю вам. Как вы решились на это? Потому что, во-первых, в нашей стране с вами еще живы те, кто были участниками этой войны. Во-вторых, я, например, принадлежу к тому поколению, чьи отцы погибли на фронте. Да и у вас, по-моему, отец воевал, насколько я знаю. Да? Не просто воевал, он... Я этим горжусь. Он был... Он воевал именно на Ленинградском фронте. И был там тяжело ранен. Он был инвалидом Великой Отечественной войны второй группы. Да. Так вот, то есть, есть, да, довольно большая, значительная часть общества, которое, в общем, знает немецкий народ. Вы ссылаетесь там на Лессинга, на Гетте, по-моему, на Вагнера. Вот. Но знает еще язык не только Лессинга, Гетте и Вагнера, а язык войны. Язык войны. Вот как вы решились на это? И были ли вы поняты? Во-первых, должен сказать, что любой европейский язык не может быть языком войны. война не в языке, а в голове, в сознании, на каком бы языке тот или иной человек не говорил. Что касается истории Европы, то в разные ее периоды практически любое европейское государство можно назвать агрессором. А вот то, что Германию и Россию объединяет общая история, вот это я знаю точно. Об этом, мне кажется, мы не имеем права не только забывать, а настало время об этом вспомнить. и не только потому, что Германия наш крупнейший торгово-экономический партнер, и не только потому, что это одна из ведущих стран объединенной Европы, а потому, что мы сами ощущаем себя прежде всего европейским народом и хотим жить по общим правилам сегодня и выстраивать свою жизнь на будущую перспективу вместе с Европой и со всем цивилизованным миром. И не скрою, мне хотелось, чтобы и наши партнеры в Европе и в данном случае в Германии почувствовали, что мы можем с ними говорить на одном языке в прямом и переносном смысле этого слова. Цель была не в том, чтобы достичь положительного эффекта и оценки у прессы. Цель была в другом. Донести до широкого слушателя в Германии и зрителя, что Россия дружественная страна, готовая работать, но на равных при учете ее национальных интересов. И мне кажется, что это получилось. Вот сейчас слово национальное, вы знаете, я еще хотел вас спросить, вот часто говорят, и я слышу такие разговоры, что вот, то есть, нет национальной идеи у России, вот она никаким образом не сформулирована, эта национальная идея. Постоянно об этом говорят, часто очень возвращаются, пытаются сформулировать, и это по-разному получается. У меня есть собственное представление о том, что такое национальная идея для России сегодня. Что? Я вам раскрою эту страшную тайну. Наша страна должна быть конкурентно способной. в очень сложном, тяжелом мире, в котором она сегодня живет, существует и развивается. Она должна быть эффективной, и только в этом случае у нее будет будущее. Расскажите, вы работали в разведке, какие качества вам сегодня вот в должности представителя комитета, заместителя мэра помогают? Вот качества, приобретенные, когда вы работали в разведке, помогают работать? Какие мешают? Вы знаете, как-то никак не уйти от этой темы. Ну, согласитесь, разведчик это все-таки не часто встречаешься. Ну, тот, который как бы признался, что он разведчик. Может быть, вы часто встречаетесь? Он знает, а вы не знаете. Вот. Но мне кажется, что все-таки основное заключается вот в чем. По-прежнему свое место работы мне приходилось сталкиваться с большим объемом информации. с большим объемом информации и с множественностью задачи, я бы так сказал. И очень важно было научиться выбирать главное, сосредоточить внимание на чем-то главном. И я думаю, что вот этот стиль работы, он помогает мне сегодня. Вот это главное, наверное, что получено мы оттуда. ошибочный ответ. Да? Тогда 11 лет назад. А что? Умение работать с информацией, найти главное, сосредоточиться на этом главном, это очень важно. Но самое главное, это умение работать с людьми. И вот сейчас могу с уверенностью сказать, что вот этот опыт, который был приобретен, по-прежнему месту работы, работа с людьми, причем людьми разных категорий, с деятелями науки, искусства, культуры, образования, с военными. Вот это было самое главное. И не только с нашими людьми, насколько я знаю, да? С разными. Вообще, есть такое мнение, что психологических особенностей национальных не существует. Существуют индивидуальные психологические особенности. Вот вы очень часто перемещаетесь, вы очень часто в поездках, в том числе и по стране, что подтверждает ваш интерес именно к внутренней жизни страны. Но ведь эти поездки, они все, извините, ради Бога, но они же все готовятся. Вот вас туда привезли, вы, так сказать, там и посмотрели. А может быть, там это было, извините меня, так сказать, все хорошо подготовлено. Ну, вы знаете, во-первых, я все-таки стараюсь ездить не на праздники, хотя это тоже бывает, и не на праздниках я должен иногда появляться. Это просто у меня обязанности такие. Иногда бывает и на праздниках. Но в общем и целом я стараюсь ездить все-таки туда и тогда, где требуется присутствие главы государства, или где похуже, чем в других местах. Поэтому, вы знаете, здесь вот как ни лакируй, все равно ничего не спрячешь, если еду в какой-то проблемный регион, либо занимаюсь особенно сложными отраслями. Здесь все равно основные проблемы будут видны. Ну да. Это первое. Второе, хоть и готовиться, так, но мои поездки, но тем не менее, в некоторых случаях я еду туда, куда считаю нужным, а не потому, что мне предлагают. Вот, кстати сказать, и в Ленск я поехал по собственной инициативе, и на юг тоже, хотя мне отговаривали и в первом, и в втором случае. Как это вот покажется вам странным или естественным, не знаю, но это именно так и было. Говорили, что в Ленск не надо ездить, там ничего хорошего не услышите. Значит, там вот... Это там, где было поводнение, но стихийные, там строятся дома. Я говорю, я не собираюсь ничего хорошего слушать, я хочу посмотреть, что на месте происходит. Я не для этого туда собрался ехать. Ну и начали приводить...